Прихожане Пензенской протестантской церкви «Живая вера» приняли участие в акции «Дедушка Хопер», организованной областным отделением Русского географического общества совместно с Общественной палатой Пензенской области. Хопер – это одна из чистейших рек Европы, берущей начало в Пензенской губернии, которая протекает более чем на тысячу километров по европейской территории России, впадая в Дон. Дедушка Хопер – это все-таки место знаковое. Таких мест, таких оборудованных памятников, таких памятников природы по Пензенской области не так уж много, поэтому я думаю, что нужно сохранять те оставшиеся и, возможно, как-то в будущем пытаться строить новые. Мы приехали сюда большой дружной компанией, чтобы прибраться, чтобы навести здесь порядок, убрать мусор, убрать то, что осталось, может быть, от людей, которые здесь когда-то отдыхали. И на самом деле мы, как часть церкви, как христиане, как верующие люди, мы призваны осолять и освящать эту землю. Не просто духовно, но также и физически. В ходе мероприятия была убрана территория возле уникального памятника природы – истоки Хопра. Здесь были горы мусора. Я хочу сказать, что таврак вот рядышком, в прошлом году он был весь доверху заполнен вот этим мусором. Ну вот, энтузиасты на протяжении уже нескольких раз мы очистили. Вот этот таврак вывезли, мусор, всю вот эту прилегающую территорию очистили. То есть стало, ну, не любо дорого смотреть, но, по крайней мере, можно сюда уже приехать и смело приглашать иногородних гостей и показать, какое у нас замечательно, удивительное место дедушка Хопер. В этом году в акции приняли участие Пензенский областной фонд научно-технического развития – молодежный центр «Следопыты РГО», некоммерческое партнерство «Азбука Успеха», спортивно-туристический клуб «Пенза», газета «Пензенская правда», Росприроднадзор Пензенской области, общественные деятели и прихожане протестантской церкви. Благодаря им произвелась очистка территории около, я могу сказать, где-то тысяч квадратных метров. Примерно территория была убрана от мусора. Весь мусор вывезен на автомобиле, часть сожгли на месте. Благодаря им наши истоки Хопера стали чище. Здесь берет начало эта река, и в Библии сказано, что все в жизни человека, оно берет начало в сердце человека. Мы сегодня убираем устья реки Хопер. Но я хочу сказать то, что очень важно, чтобы мы умели хранить чистоту в своих сердцах. Человек с чистым сердцем будет охранять свою природу. Человек с чистым сердцем будет соблюдать чистоту в своем разуме, в своей жизни. Человек с чистым сердцем будет заботиться о своем доме, о своей родине. И мне хочется пожелать, чтобы в канун праздника Пасхи наши сердца были чистыми, и, соответственно, все вокруг нас тоже было чистым. Мероприятие завершилось вручением благодарности участникам акции за сохранение природного наследия Пензенской области и общим обедом. На свежем воздухе на костре была приготовлена шурпа из баранины, которые после уборки с удовольствием подкрепились все участники акции. И разрешите мне от имени Российской Федерации, от главы города Пенза, вручить благодарность Кирееву Сергею Геннадьевичу, члену Пензенского областного отделения Русского географического области. Мы приняли участие в этой акции в первый раз, но нам здесь очень понравилось. Сегодня замечательная погода, и я думаю, это хороший вклад для нашего города, для нашей области, для того, чтобы каждый человек участвовал в очищении нашей земли, и чтобы наша земля всегда была прекрасной, чистой, чтобы мы заботились о том, что дал нам Бог. И я думаю, это здорово. Очень важно вспоминать слава Господу Бога, когда Он говорил Адаму о том, чтобы тот заботился о земле. Это заповедь Божья, и каждый человек должен это делать. Вот такие акции, как эта, они объединяют семьи, что немаловажно. Почему? Потому что сегодня мы живем в век, когда родители очень редко видят своих детей, но на этих акциях и дети, и родители вместе участвуют в этом благородном, добром деле. Я думаю, что это очень сильно объединяет людей вокруг чего-то светлого, вокруг чего-то доброго. Сергей Киреев, Павел Шишкин, медиагруппа «Живая вера». Специально для телеслужбы «Благих новостей». Специально для телеслужбы «Благих новостей»